Музыка Так, серия 152 Мурманск, Магадан Будет пройдено 68 километров Это первая серия 15-го дня В следующий день, 16-й день, я думаю, будет гораздо интереснее Там уже будет трасса Лена На всем участке движения ни одного населенного пункта не увидел По крайней мере, на карте ни одного населенного пункта нет Можете смотреть и сами в этом убедиться Музыка Разница с Москвой 6 часов В Москве сейчас 2 часа 13 минут ночи Здесь 8 часов 13 минут начинается рабочий день Поехали Так, сзади Свободно Ура С Богом, товарищи Стоянка бесплатная Но бузы не очень На прошлой стоянке было гораздо лучше Ночью был очень сильный ливень Недолго Минут Может быть, 20 Но дождь был Очень мощный Сильный С молнией Такие молнии сверкали Вообще Так Мы двигаемся в сторону Востока С момента заправки Прошло Маршрут Перестроен А ты куда меня тащила О, Могочи 540 Любимая моя Могочи Я называю этот город Столицей Лежащих полицейских Заезжать туда не буду 40 километров Настояние Но такого количества Лежащих полицейских Я еще нигде не видел Не знаю, может быть, ситуация изменилась Это было давно На каждом шагу Лежащие полицейские Причем выполнены они С грубыми нарушениями ГОСТа Очень высокие горки Не знаю Пока нет Цели заезжать В Могочи Могочи Там Могочи Раньше там был военный городок Мы воинскую часть закрыли Чем занимаются люди Я не знаю Ну, может быть, заедем еще Пока Загадывать не буду Субтитры сделал DimaTorzok Утро пастурное На востоке На востоке Тоже пока пасмурно Посмотрим стоимость Бензина 95-й 55 рублей 10 копеек Тома лег на дорогу Хабаровск 2050 километров Самый низкий бензин был В Кемерово 47-10, по-моему 47-55 Вот разница В цене 7 рублей За литр Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Запас Запас хода показывает 800 километров Вчера Достиг минимум Расхода на 100 километров Это 4,7 литра Кстати, насчет места Привала Для туристов Для туристов Для путешественников Для путешественников Вполне приемлемые Цены На продукты На еду На ужин Демократичные Бузы, например Одна штука 50 рублей Ну, люди берут Баранину Что-то такое Поджарку Но я такие вещи Сейчас уже не могу Позволить себе Потому что Желудок Не принимает Ну и жога сильная Короче Вареные Пареные Но не жареные Но это не важно Заднюю камеру Не включил Не оправдала Моих надежд Вчера Имейте ввиду Разницу В часовых Повесах С Москвой Плюс 6 До Хабаровска В 2000 Ну, вот с такими Темпами 600-700 Километров В день Вполне нормально Ох, я-моё Откуда ж Рассмотреть Окружающую В природу Нет возможности В тумане Всё Ох, я-моё Ох, я-моё Ох, я-моё Ох, я-моё Ох, я-моё Таким Вообще, эта трасса называется трасса, по-моему, Амур. По названию реки Батюшки Амура. Величественная река. Так, ну вот еще одна точка для остановки отдыха. Я должен сказать объективно, что вот на Востоке и Сибири нет той алчности у людей, которые вот в центре. Туалет бесплатно, правда он на улице. Умывальник, душ, бесплатно. Стоянка, бесплатно. Тут нет охранника, который бы занимался охраной. Но разговаривая с дальнобойщиками, которые тут регулярно катаются, они говорят, что вполне спокойно, вполне безопасно. Нет того беспредела, который был в 90-х годах. Ну а те беспредельщики, которые в 90-х годах хулиганили, до сих пор или сидят, или их закопали недалеко от трассы, или они легализовались. То есть открыли придорожное кафе, стоянки. Ну в общем, вполне благопристойные люди стали. Номера новые уже тут ввели. Новый формат. В Москве я не видел таких номеров. Может быть видел один-два раза, но тут они сплошь и рядом. Двигаемся в сторону Чернышевска. Возможно, там поменяю карту памяти. Посмотрю по времени. Итак. Продолжение следует... По трассе Амур ездил сам Государь, я правда не знаю от Хабаровска или от Владивостока и до какого места он доехал, проверял, принимал трассу. Вы видите, дорога пока в очень хорошем состоянии. Дорожное полотно вроде бы не разбито. Дорожная разметка. Вот эти вот просадки очень опасны. Там, где были... Ну, были просадки серьезные. Вот раньше ездил, наблюдал. Дорожное полотно чистенькое, ровненькое все. Потом просадка и за ней начинаются черные следы масла на дороге. По всей вероятности, кто-то летел на большой скорости и вот в месте просадки, ну, там, где мосты обычно, пробивал себе картер. Или, может быть, еще что-то. И вот это масло выливалось на дорогу. Много таких было картинок. Так-то не видно, где просадка. Но я уже ориентировался. Если видел на асфальте эти темные маслянистые следы, вот, ну, притормаживал. И это всегда себя оправдывало. Ну, после этого был большой шум, много критики было. Так-то, по всей вероятности, от этой проблемы избавились. Это устранили. Вот, опять просадочка была. Значит, будем ориентироваться на мосты. Там, где мосты, скорость будем сбрасывать. Обочина практически нет. Смотрю, у зеркала заднего вида, там, гораздо интереснее картинка. Ну, двигаемся на восток. Облака тучи прикрывает от солнца в лицо. Это хорошо. По телевизору показывали давно, правда, что где-то было размытие грунта и какой-то участок трассы Амур просто сошел в пропасть. Ну, не пропасть, как и вовраг, что ли. Размыло, и дорога ушла. Отремонтировали. Исправили. Напомню, что очень много поворольных автомобилей. Хламом назвать нельзя, но это бурошные автомобили из Японии. Люди покупают целиком или частями. Частями как Лего собирают в России. за это, вроде бы, взялись. Этих конструкторов Лего вроде бы нет. Хламом назвал. Уже все выставили. Исправили. Я напомняю. На сайте, Продолжение следует... Так, с момента пуска двигателя пройдено 20 км, 16 минут на движении, 75 км в час, средняя скорость, 5,7 литра на 100 км. Но этот участок до Червешевска в основном холмистый, спуск и подъем. Продолжение следует... Если я остановлюсь на Чопу, на привал возле Могучи, там, говорят, сделали стоянку. Там была стоянка, просто был пятачок такой, где дальнобойщики останавливались и возникали проблемы, ремонтировали автомобили. Я вчера рассказывал, как там мужик при температуре минус 30, несколько суток ждал, пока ему привезут запчасть. Какому-нибудь французу, американцу или еще пришло бы в голову ждать техконечко этот, вернее, своими руками заниматься ремонтом. Да не в жизнь. Анаш, минус 30, чепуха! Вот. Стоянка эта... Говорят, вчера сказали дальнобойщики, что сделали стоянку там, кафе, что-то еще. Ну, я этому очень рад, и это замечательно. Если там еще и заправка есть... Ну, а завтра, дай бог, когда будем стартовать от Могучия, то я остановлюсь в очень печальном для меня месте. Так, вот это раньше не было, вот это разделить отмойников, стальных с левой стороны. Значит, была какая-то беда. Кстати, посмотрим завтра, дай бог, на печальное, бельное место. Место для обгона на подъеме. Начинается подъем. Дается еще дополнительная полоса в ущерб встречке. Ну, сейчас две встречные полосы. Но с одна мы идем на спуск. Теперь мы пойдем на подъем. Так, я подальше отпущу ее, чтобы она мне с лякотью от колес не забивала лобовое стекло. Продолжение следует... Растительность густая, но деревья невысокие. Наверное, сказывается близость вечной мерзлоты или каменная... Как сказать... Или не глубоко залегают горы. Так... Я поздевал момент, можно было обогнать. Так... Это опасное место. Встречную машину не видно, надо было бы хотя бы знак поставить нашим дорожникам. Дорогу местами латают, ямочный ремонт. А так дороги пока претензий нет. Интересно, какая ситуация с этими разливами, или как их назвать-то, половодья. И половодья это весной. Аномальное затопление регионом Дальнего Востока. То, что говорят Амур. Хулиганит, разлился. Интересный тумар, видите, лежит между сопками. Надо на фотоаппарат зафиксировать. Тумарат зафиксировать. Тумарат зафиксировать. Тумарат зафиксировать. Тумарат зафиксировать. И sometими своих любимых местами. Кутхова. Слышите. Тумарат зафиксировано. Слышите. Слышите. Вот, уехали в эту ложбину, туман небольшой, в принципе, в этой туманной ветрах. Холмистая, лесистая местность, Р-297. Я даже не помню, как раньше классифицировалось. Так, сегодня какой пятнадцатый день движения на четырнадцатый, что сбился со счета. По-моему, еще-таки пятнадцатый. И еще одной приметой этих просадок, очень опасных, это следы торможения. Вот две полосы пошли наверх. Пожалуйста, обгоняйте, кто хотите. Скоростью шестьдесят. Это следы торможения. Когда идет колонна, если первый ведущий замечает это, дает команду, люди в свое время натормозят. Если нет, то по тормозам и длинный черный шлейф тянется. Вот это тоже говорит о том, что опасный участок. Зимой дорога под наблюдением своевременно убирается снег. Снегоупорщики летают. Интересно наблюдать. Дорога местами, конечно, покрыта снегом, и весь снег удается убрать. Ну, отдельные большие участки асфальта. Ну, асфальт. И вот несколько раз наблюдал такую картину. Снега нет. Снег там на обочине летит. Снегоупорщик, ковш у него лежит на асфальте. Искры, грохот такой. Вместе со снегом убирает и асфальт, выравнивает. Так, никого желающих обогнать нет. Вот. Раньше что-то я не припомню вот таких паточков для отдыха. Затяжной спуск. Догоняет микроавтобус. И по газели. Я иду 90 примерно по спидометру. Обогнал. И его еще обгоняет. Ну, сколько он летит? 120 мм. Ну, а что, местные жители прекрасно знают. Повороты все это. Интересно, этот туман в влажбине лежит. И белого цвета, и желтого. Ну, желтого это, предполагаю, связано с дымом. Может быть горит что-то. Да, чувствую запах. Четкий запах дыма в салоне. Откуда он взялся, я не знаю. Наверное, следы. Наверное, пожар потушили, может быть не до конца. Греет что-то это. Ну, такое ощущение, что я стою на месте. Ребята едут. У нас километры под 80. Я думаю, летит не меньше 120. Тоже дальше больше. Буду снимать на заднюю камеру или нет? Наверное, нет. Все-таки пленка, она здорово мешает нормальной съемке. Наверное, поставлю на боковое стекло, на правое. И снимать буду. Просто хотелось бы, по-моему, много заснять. И не просто сам факт съемки, а именно выбрать хороший ракурс, экспозицию. Так, чтобы картинка была нормальная, что ли, понятная. И освещенность, светопередача была. Так, расход бензина в такой манере движения упал до 5 литров. Ну, а что с горки, какой расход может быть? Так, показывает мегафон 100% мощность сигнала. Какой интернет? Ну, разглядеть сейчас трудно в движении, не хочу отвлекаться. Вот в зеркало заднего вида четко видно, что этот туман или этот дым уже назвать. Я зоопардыма четко почувствовал в салоне автомобиля. Желто-грязного цвета. В то время как вот впереди туман белого. Ну, глубинных пожаров тут быть не может. Местность скалистая. Можете посмотреть по этим срезам грунта. Расход бензина 4,9. Четкий запах дыма. Весного пожара. Двадцать километров. Ну, с правой стороны вот среди деревьев я вот наблюдаю туман такого желтолатого оттенка. Ну, и запах, четкий запах дыма ощущается в салоне автомобиля. Поэтому делаю выводы. Поскольку глубинного пожара тут быть не может. Я имею ввиду тартлянника. Тут нет скалы. Учитывая то, что дожди. Или помогли туман потушить. Дело вывода, что это дело рук человека. Непонятно зачем. Так, бензин. 95,54. Аппарат дешевле, чем... Вот еще одно место для остановки. 4,8. Расход бензина упал. 4,8. Небольшой подъемчик. И опять спуск. О, как много. Очень хорошо. Это вот кафе, стоянки. В принципе, вчера можно было до сюда доехать. Но я не знал, что здесь есть такие места. Да. Вполне можно было приехать сюда. Дневной режим прошел на навигаторе. Напомню, что пользуюсь Яндекс-навигатором. В резерве навигатор Map.me. Мак.me установлен на планшете. Для того, чтобы пользоваться этим навигатором, в Мак.me интернет не нужен. Просто скачиваются те карты, те регионы, которые предстоит пройти. И навигатор без проблем ведет. Без интернета. Очень удобная вещь. Очень. Но я пока пользуюсь Яндекс-навигатором. Яндекс-навигатором. Потому что для меня очень важна перспектива. Я не знаю, где тут заправки. Сейчас заправок стало... Что, одну проехали или две? У нас заправок стало больше. Очень хорошо. Ну, замечательно, сколько проехали и места для отдыха, и заправки. По-моему, две заправки проехали с места ночевки, с места привала. На таком коротком участке столько заправок, это только радует. Это и бензин здесь, вот на заправке я посмотрел 54, против 55-56 рублей в самой Чите. Так, на подъем расход бензина стал 5,1, против 4,8. Так, посмотрим-ка я на мой любимый Телет 2. Ни фига, связи нет в Телет 2. И время ты показываешь странное. Сейчас, по идее, здесь 9 часов 5 минут. И показываешь 8 часов 5 минут. Так, расход бензина 5,2. Одно из первых видео, которые... Я сделал полное видео. Это был маршрут Владивосток-Москва. Тогда... Что строительство... Этой трассы... Местами дорога была в хорошем состоянии, в таком, как сейчас. Но отдельные участки... На отдельных участках еще шоу строительства. Поэтому там... На видео отражены эти вот участки. Нужно представить, какая была дорога до строительства. Закладывает уши. Закладывает уши. Какая была дорога до того, как... Ну, вот, положили асфальт, заасфальтировали. Дорога была... Брунтовая щебеночная, щебенка. Вот. И я наблюдал такую картину. Перегонщики из Владика или из Хабаровска. Гоняли автомобили в Читу, в Новосибирск. И я видел в зеркало заднего вида. И по радио слышал, как они общаются. Летят с бешеной скоростью. Там, не знаю... Ну, как с бешеной? 120, может быть, 130. Каменные брызги во все стороны. Ну, видев такую картину, я всегда прижимался. К обочине. Или полностью устанавливался. И некоторые перегонщики сцепляли на жесткой сцепке второй автомобиль. И вот один перегонщик нагонял сразу два автомобиля. Так, сейчас сниму-то и сделаю. Мне нравится. Какие облака. Один перегонщик перегонял два автомобиля сразу. Второй автомобиль, он фанерными щитами закрывал лобовое, боковое стекло. И летели они, конечно, убивая подвеску. Дорога неровная была. Все-таки щебенка, да и гармошка. Там особо не разгонишься. На своем автомобиле двигаясь в два раза медленнее и аккуратнее. И вот однажды на привале разговаривался с ними. Ну, они говорят, что перегоняют из Владика к Читу автомобили. Я говорю, ну, вы с такой же скоростью несетесь. Убиваете же автомобиль, подвеску, ходовую. Они смеются. Что-то нам наплевать. Нам главное автомобиль привезти. Если подсоотаем кузов, его там подрихтуют, сделают. Стекло, значит, с закрытой фанерой.